Нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Нам осталось взять два с небольшим километра из 45. Мы собирались к 9 мая 2023 года овладеть населенным пунктом Бахмут. Но увидев это, околовоенные бюрократы с 1 мая фактически прекратили любые поставки, чтобы не дать нам это сделать. С таким обращением и матом хозяин наемников-вагнеровцев Евгений Пригожин выступил 5 мая. Ранее он уже жаловался на недостаток боеприпасов, грозился, что выведет ЧВК из Бахмута и таким образом оголит фронт. Теперь же заявляет, что готов передать позиции подразделения Минобороны. А остатки вагнеровцев отправятся в тыловые лагеря, цитата, «зализывать раны». По словам Пригожина, дефицит боеприпасов искусственный, и его наемники получают всего 30% от необходимого количества. В СУ считают, что заявление о выводе наемников связано с большими потерями в рядах вагнеровцев, а не со снарядным голодом. Так, за последние сутки по украинским позициям в Бахмуте было нанесено 520 ударов из разных видов артиллерии. Более месяца назад мы делали предположение, что если у Вагнера сохранится такая динамика потерь, 100 человек убитыми и более за сутки не возобновится источник пополнения, который они брали из российских тюрем, то в ближайшее время они будут уничтожены. Так и выходит. Поэтому это никакой не снарядный голод, о котором говорит Пригожин. В украинской разведке говорят, Пригожин и его ЧВК просто не могут выполнить поставленные задачи. Пригожин не будет выводить вагнеровцев из Бахмута. Эти заявления сделаны им на фоне того, что он не может выполнить очередное обещание захватить Бахмут к 9 мая. Поэтому он сейчас пытается сделать кого-то виноватым в этом. Ведь он сейчас понимает, что не сможет сдержать свое слово. Так в управлении разведки отмечают, что у вагнеровцев действительно есть проблемы с боеприпасами. Сколько бы им не давали, всегда будет мало. Но каких-либо признаков отвода войск из Бахмута ГУР сейчас не фиксирует. Наоборот, замминистра обороны Украины Анна Малер заявляет, что в Бахмут стягивают вагнеровцев со всех направлений и заменяют ими штурмовых десантников. Таким образом, пытаясь всеми силами к 9 мая взять под свой контроль Бахмут. По мнению военных аналитиков, своим заявлением Пригожин оставляет себе пространство для маневра. Полностью захватить Бахмут, бои за которые идут уже 9 месяцев, сложно. То есть подарка российскому депутатуру преподнести не удалось. Соответственно, опять-таки, приходится, скажем так, минимизировать репутационные риски. То есть он искусственно поднял планку роли ЧВК в моменте захвата Бахмута. Соответственно, от него ждали конкретных результатов к так называемым сакральным датам. Бои в Бахмуте продолжаются на западных окраинах города. За последние сутки российские войска атаковали Богдановку и Марково на северо-запад от Бахмута. Была отбита атака возле Спорного. В ЗЭТ-каналах сообщают, что вагнеровцы продвинулись в северных и западных районах. По данным военных аналитиков, общая численность российской группировки на бахмутском направлении 26 тысяч. В захвате города участвуют не только вагнеровцы, но и другие ЧВК, а также 106-я дивизия воздушно-десантных войск Вооруженных сил России. Одна из задач Пригожина, помимо военных, утилизация криминального контингента. Со своей задачей, по мнению аналитиков, он справился блестяще. Поэтому даже если и произойдет вывод наемников из Бахмута существенно на ситуацию на линии фронта, это не повлияет. Абсолютно никак не изменит. Давайте говорить о том, что за разными оценками у ЧВК вагнера осталось до 5 тысяч, от 5 до 7 тысяч активных бойцов. То, что сейчас продвижение 150 метров, это признает сам Пригожин. А и плюс, давайте говорить о том, что по оценке Пригожина контроль украинских войск в Бахмуте это порядка 3 километров. То есть можем предположить, что продвижение, ну скажем так, будет весьма проблематично. Хотя альтернативные российские источники вообще называют продвижение Пригожина. Это порядка 25, ну максимум 50 метров в сутки. Тем временем российские федеральные каналы проигнорировали матерное обращение Пригожина к Минобороны. Интернет-СМИ же без подробностей сообщили, что вагнеровцы в Бахмуте передадут позиции войскам Минобороны РФ. А вот что пишут в Z-каналах. Уход Вагнера и приход части ВДВ и танкистов в Бахмут почти согласован. Это не новость. Переброска артиллерии и БК на Бахмут тоже не сенсация. Это ожидаемое логичное решение. Может так произойти, что и Вагнер никуда не уйдет. Одно дело игра Пригожина, а другое приказы главнокомандующего. Не понимаю, зачем уже 9 месяцев Вагнер в лобовых атаках, заваливая врага трупами своих бойцов, штурмует Артемовск, не имеющий никакого стратегического значения. Ведь даже сам Пригожин это признает, что взятие Артемовска к перелому на фронте не приведет. Так или иначе, штурм районного центра Бахмута, который продолжается, уже 9 месяцев привел к тысячам потерь в рядах ЧВК Вагнер. Целесообразность его захвата под сомнением у многих российских военкоров и прочих сочувствующих. Субтитры создавал DimaTorzok